В 110 километрах от столицы Португалии Лиссабона жители города Эвара смогли наблюдать НЛО, которое рассеивало нити из живых существ, обжигающих человеческую кожу. Всем привет! С вами Финимор. Директор местного колледжа Жаким Амарал приказал сотрудникам вынести на улицу телескопы, как следует рассмотреть объект. Однако подчиненные не успели этого сделать, едва они вытащили телескоп на улицу, как объект скрылся. Но ученым повезло, в небе над Эварой появилось другое НЛО более сложной формы. Оно состояло как бы из двух половинок, верхняя часть была шарообразной, а нижняя то и дело расплывалась и колебалась, словно объект не имел твердых стенок и был наполнен жидкостью. Вторая тарелка передвигалась странными рывками. Наблюдавшему за НЛО преподавателю колледжа Хосе Игнасио Бритто сначала показалось, что кто-то из студентов нетерпеливо дергает телескоп. Однако вскоре он убедился, что это объект буквально прыгает по небу, резко уходя из зоны наблюдения. Далее произошло необъяснимое. Стоило второму НЛО скрыться, как с чистого неба на город пошел дождь из тончайших нитей. Они по отдельности или целыми прядями сыпались на Эвару 4 часа подряд и покрыли собой все крыши города, асфальт и газоны. Это происходило не только над Эварой, но и над авиабазой в 20 километрах от города, командование которой тоже наблюдало необычное явление. О волосопаде в Лиссабон докладывал командир базы генерал Томазо Сильва. Преподаватель Хосе Бритто не растерялся, в нем заговорил ученый. Так как при любом прикосновении падающие с неба странные нити исчезали, Бритто осторожно накрутил их на карандаш и поместил в чистую стеклянную баночку, приготовленную для опытов по биологии. Он надеялся, что наука сумеет понять, что это за вещество. Емкость была передана для исследования в Лиссабонский университет. В лаборатории содержимое подверглось спектрометрическому анализу и было помещено под микроскоп. Спектрометр поведал ученым, что вещество состоит из углерода, железа, магния и крохотных долей других веществ. В общем, ничего необычного. Не было даже ванадия, которая обычно дает ученым возможность понять, что вещество не с земли. А вот микроскоп приготовил для профессора университета сюрприз. Они нашли в нитях неизвестное ранее науке живое существо. Организм, общая длина которого достигала примерно 4,3 мм, состоял из плотного ядра, яично-желтого цвета и ряда щупалец, которые, на первый взгляд, совершенно не были прикреплены к нему. Очевидно, перемычка существовала, но была прозрачной. Существо реагировало на свет, шевелило щупальцами, которые то вытягивались, то сокращались, и ему совершенно точно было некомфортно под предметным стеклом, а оно выставляло перед собой щупальца, стараясь защититься от него. На концах щупальцев ученые сумели рассмотреть некое подобие пальчиков. Сами щупальца состояли из ряда сокращающихся волокон. Разумеется, сейчас ученые первым делом сделали бы анализ ДНК, но тогда наука делала в этом направлении первые свои шаги. Видимо, это никому не пришло в голову. Собственно, даже в криминологии метод определения ДНК был впервые применен только в 1987 году. Вскоре это странное существо под микроскопом перестало двигаться. Ученые решили, что оно погибло от голода, было травмировано предметным стеклом или же условия на Земле оказались неподходящими для гостей из далекого космоса. Когда в структуре существа стали происходить существенные изменения, ученые пытались законсервировать его, но попытки оказались тщетными. Космический гость изменил цвет и продолжил распадаться. Впрочем, формалин не спас бы положение. Попавшие в него ткани изменили свою структуру, а белки разлагаются так, что никакой анализ ДНК сделать уже невозможно. Вскоре ядро существа потеряло форму, щупальца съежились, существо окончательно утратило первоначальный вид. Ученые, которые видели его до конца жизни, оставались в уверенности, что над Эйварой представители внеземной цивилизации ради эксперимента распылили какие-то формы внеземной жизни. Возможно, это было сделано для того, чтобы понять, можно ли воссоздать на Земле привычную среду обитания и увидеть, как микроорганизмы будут взаимодействовать на людей. Но почему тогда, в 1959 году, они не зазвонили во все колокола и не заявили об этом открытии? На этот счет есть несколько гипотез. Главной из них остается версия, что погибшее существо было таким крохотным и распадалось так быстро, что они побоялись прослыть научной среде чудаками. Это автоматически означало бы, что карьере каждого из них пришел конец. Со временем изучить существо стало невозможно. В 1976 году лаборатория Лиссабонского университета сгорела, а вместе с ней было утрачено и предметное стекло с инопланетянином. Даже когда о произошедшем узнал писатель-уфолог Рауль Берингель и разместил уцелевшую фотографию погибшего космического пришельца на обложку книги НЛО «Дверь в нулевой год», вышедшей в 1978 году, его информаторы наотрез отказались предавать свои имена и известности. Все они предпочли остаться анонимными источниками. В общем, это открытие погубило страх перед насмешками коллег. Эйворо стало не единственным городом, где происходили подобные вещи. Выпадение загадочных нитей наблюдали в 1954 году во Флоренции. 27 октября на местном стадионе шел матч с участием футбольного клуба Фиорентино. Он был прерван появлением в небе двух НЛО в форме светящихся веретен, которые сначала зависли над стадионом, а потом стали совершать зигзаги. Это происходило на глазах у тысяч изумленных зрителей в течение девяти минут, а потом с неба посыпались волосы ангела при прикосновении превращавшихся в слизь. Субстанция была изучена в лаборатории местного университета профессором Данила Готци. Спектрографический анализ показал, что осадок состоит из кальция, кремния, магния и бора. Он улетучивается при нагревании, но в холодной воде остается довольно плотным. Готци определил его как кремниевое стекло. Ситуация повторилась в 1962 году, снова на стадионе, который посетили НЛО. Причем на этот раз вещество таять не торопилось. Оно несколько дней лежало на газонах города и радовало горожан редкостной вонью. Выпадали такие осадки в СССР. Знаменитый советский уфолог Феликс Зигель рассказывал о явлении, как о тончайших нитях неизвестного происхождения, которые часто падают с неба после пролетов НЛО. Эта субстанция имеет серебристую окраску. Иногда даже светится, иногда плотным ковром покрывает землю, но через несколько часов бесследно исчезает. Если прикоснуться к нитям руками, они тают, оставляя неприятный запах. Часто после этого на руках остаются ожоги или пятна. Зигель указывал, что в некоторых случаях нити могут быть слабо радиоактивны. В СССР субстанцию тщательно исследовал академик Петрианов-Соколов. Но единственным выводом, к которому пришел советский ученый, был вывод о том, что вещество не является природным по происхождению. Оно кем-то создано. Известно, что к нам в страну вещество попало через писателя Фантаста Ляпунова, который в 1967 году получил от новозеландских коллег запечатанную пробирку. При увеличении под микроскопом в 500 раз было видно, что вещество представляет собой волокна с толщиной составляющих менее 0,1 микрона. Основная масса волокон спутана в комки или отдельные нити толщиной 20 микронов. Волокна белого цвета, полупрозрачные. Анализируемый материал не являлся аналогом какого-то известного образования. Вещество передавали из одного нив в другое. Его исследовали даже в Институте судебной экспертизы при прокуратуре СССР. Но никаких внятных результатов получено так и не было. Уфологи утверждают, что странный космический осадок выпадал в 1990 году над городом Иваново. Причем очевидцы рассказывали, что голуби, попадавшие под волосы ангела, начинали летать боком. У них нарушалась координация движения. В 1992 году нити появились под Краснодаром и в Волгоградской области. В 21 веке американцы стали утверждать, что эта субстанция опасна для людей и вызывает обострение хронических заболеваний. А однажды в нитях нашли неизвестный ранее вирус гриппа. И конспирологи тут же заговорили об испытаниях нового биологического оружия мировым правительством. В общем-то, то, что оружие биологическое после событий в Эйваре, ни у кого не вызывало сомнения. Вот только чье оно? Ведь если в 20 веке есть технологии для распыления подобного вещества в воздухе, то ни в 14, ни в 18 веке их не было. А летописи утверждают, что волосы ангела засыпались с неба задолго до технической революции. Например, непонятным пухом в 1477 году в Японии была засыпана целая провинция, а в 1741 году нити падали в английской деревушке Селборн. Любопытно, что вся эта история перекликается с известными событиями на Видалозере. В этом месте, известным частыми посещениями НЛО, в 1933 году прошел настоящий дождь из вещества, которая напоминала студень. Крестьяне сгребали его лопатами подальше от домов, а местная знахарка собирала в банке и хранила в погребе. Во время войны, когда не было медикаментов, она лечила этим веществом односельчан и раненых красноармейцев. Трудно сказать, были ли это тоже волосы ангела? Ясно другое. Явление это нуждается в дальнейшем изучении, которое почти невозможно из-за редкости феномена и быстрого разложения вещества. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока!